Следующий вопрос. Какова основа относительно того, что освободитель имеет право на наследство от освобожденного? То есть имеется ввиду, какой на это довод? Основа этого возвращается к словам Всевышнего Аллаха. Если же вы не знаете их отцов, то они ваши братья в религии, ваши освобожденные. Ва каулии алейсалату ассалама также возвращается к словам пророка салаллаху алейсалама. Право на вала принадлежит тому, кто освободил. Ва каулии алейсалату ассалама также опирается на слова пророка салаллаху алейсалама. Аль вала, то есть освобождение или право на наследство после или по освобождению, это кусок плоти. Так же как родство является куском плоти. Ва каулии алейсалату ассалама также слова пророка салаллаху алейсалама. Освобожденный какими-то людьми является из них самих. Ва кауле алейсалату ассалам а также на слова пророка салаллаху алихи тот который назовет своими освободителями не тех кто его действительности освободил. Говорит то на нем проклятие Аллах а также ангелов а также всех людей. Всевышний Аллах не примет от него ни сарфа ни адла. То есть не обязательно деяния ни добровольных деяний. И так же хадис Абдулла ибн Шаддад, который шейх Албани тоже назвал точнее хорошим о том что посланник Аллах дал наследство дочери Хамзы от раба которого она когда-то освободила. То есть в этом хадисе приходит то что у этого раба когда он скончался осталась дочь и своя то есть родная и его освободительница то есть дочь Хамзы. Пророк, салаллаху алию салям, его дочери дал пол его наследства, а ей отдал остатки, как асаба. Значит, все эти хадисы указывают на то, что если человек освободит раба, то он имеет право на наследство в качестве асаба, то есть забирает остатки. Далее. Раба, которого она когда-то освободила. То есть в этом хадисе приходит то, что у этого раба, когда он скончался, осталась дочь и своя, то есть родная, и его освободительница, то есть дочь Хамзы. Пророк, салаллаху алию салям, его дочери дал пол его наследства, а ей отдал остатки, как асаба. Значит, все эти хадисы указывают на то, что если человек освободит раба, то он имеет право на наследство в качестве асаба, то есть забирает остатки. Далее. Он имеет право на наследство в качестве асаба, то есть забирает остатки. Далее. Далее.